Всем доброго времени суток, пошло движение с продажами компьютеров и поэтому рубрика квест сборки пополнится еще одним выпуском. Прошлые выпуски можете посмотреть в плейлисте, ссылка будет в описании, там же и ссылка на мою группу вк, где я выкладываю свежие новости из мира ИТ и товары со скидками. В общем, в описании будет много полезных ссылок, советую заглянуть, а сейчас давайте посмотреть на железо. Все началось с того, что компьютер из прошлого выпуска у меня продался уже когда я монтировал его, получил я сумму и другой компьютер. В нем ничего интересного в принципе, разве что корпус формата micro ATX или он mini ATX, ну в общем маленький он. И блок питания в нем формата mini ITX на 220 ватт, ну в этих стандартах это нормально, и видеокарта низкопрофильная от NVIDIA GeForce 315 на 512 мегабайт, может буститься до 1279 мегабайт. Процессор тут Celeron E3400 на 775 сокете, оперативки 2 гигабайт, жесткий диск 320 гигабайт и тут больше рассказывать не о чем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этим системником также был в комплекте монитор на 19 дюймов от фирмы Samsung, с ним в комплекте и выставил на продажу, добавив клавиатуру, мышь и кабели. Тестировать его в чем-то я не вижу смысла, смысл есть в следующей моей покупке системного блока, а этот пока стоит на продаже. Тут уже железо будет поинтересней на сокете AM3, но вот корпус оставляет желать лучшего, так как купил я его без боковой крышки, ее не было почему-то. Итак, процессор стоит в системе AMD Athlon 2 X220 на 2 ядра с частотой 2,8 ГГц и кэшем 1 и 2 уровней 128 и 512 кБ. Оперативной памяти тут достаточно, целых 6 гигабайт, 3 планки по 2 гигабайта каждая на DDR2 и все разные, хорошо хоть не конфликтуют между собой. Видеокарта от Nvidia GeForce GTS 250 на 1 гигабайт памяти, что уже хорошо и ее тесты будут позже, могу сказать, что она с дополнительным питанием. Блок питания от Lingward на 500 ватт и этого много для этой системы, поэтому я его заменил на ту же фирму, но на 350 ватт. Жестких дисков было 2 на 320 гигабайт, я его переставил в первую сборку, так как тот, что стоял там, внезапно решил испортиться. И на 750 гигабайт, и тут жесткий диск решил уйти на покой вслед за тем, и этот компьютер чуть было не остался без жесткого диска, но произошло кое-что интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришел клиент, у которого в компьютере использовалась материнская плата, и это тот компьютер, про который я хотел сделать отдельный выпуск. И это было мне очень даже на руку, так как замена этой материнки отбивала мне 80% затраченных денег на его покупку. А за испорченный жесткий диск на 750 гигабайт продавец согласился вернуть часть денег или дать кое-что другое из железа. Теперь о компьютере клиента, и зачем я хотел сделать выпуск про него, и он попал бы в рубрику, как нельзя собирать компьютер. Кстати, ссылку на эту рубрику я оставлю в описании, там же оставлю ссылку на несколько других моих интересных рубрик. А знаете, что это? Это шумоизоляция, в простонародье шумка, и она в этом корпусе везде, вот буквально даже на задней крышке. И этот компьютер собирал мастер по ремонту компьютеров. А как вы думаете, почему нельзя этого делать? Пишите в комментариях. А пока вы пишите, вот вам еще причина. Отражатель этой шумки начинает сыпаться после того, как высыхает. Тут это уже случилось. Помимо полутора килограммов шумки, в этом корпусе имеется целая световая гирлянда, как на новогодней елке. Причем это не светодиодная лента, а какие-то колбы, и скорее всего они грелись, а вот чтобы отводить тепло пришлось напичкать вентиляторами. Вот к примеру, спереди стояли два вентилятора по 120 мм, на задней стенке еще один на 120 мм, и на боковой крышке один на 90 мм. Подключены два вентилятора через потенциометры, через крутилки, дабы регулировать обороты вручную. Видимо шумно было, хотя там шумка, в общем непонятно. Мало того, что сама материнка в свое время была одна из топовых, а не чуть позже, и исходя из этого она грелась тоже. Плюс сам процессор, а он AMD Phenom 2 X4 945, а это 45 нм и 95 ватт ТДП, тоже кипятильник, а вот охлад под него от залман башня, и причем вещь отличная. Субтитры создавал DimaTorzok Материнка конечно тут еще зверь, Asus Crosshair 2 Formula, 3 слота под видеокарты, 4 слота под оперативку и 8 пим питания процессора. А вот чего не было встроенной в материнке, это звука, видимо не смогли поместить, и поэтому звуковая карта шла в комплекте. Причем звук это был отличный, Supreme FX 2, также в комплекте был SLI мостик на 3 видеокарты и куча переходников. А какая самая крутая материнка была у тебя? Пиши в комментариях и поставь лайк, если даже не было топовой материнки, все равно поставь. В общем перекинул я все, то есть процессор с охладом и оперативки. Конечно же я убрал весь этот хлам с корпуса и все собрал обратно, но уже с моей материнкой. Кстати комп нужен для интернета вещей и игры Warface и поэтому тут стоит видеокарта AX5570 от AMD, тогда он еще был AT. Хозяин компа сказал, что играет на ней, значит ему хватает, а вот тестов не будет, времени не было, да и рубрика не требует как таковых тестов. Кстати на момент написания сценария к этому выпуску продал и видеокарту с той сборки и уже ушел в плюс, а также купил новое железо, но об этом уже в другой раз. Кстати поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, первый сезон уже подходит к концу и конечно сборка будет топ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь вам интересны мои приключения с перепродажами железа и компьютеров как и мне, а может и сами захотите заняться этим делом. А что бы вы хотели видеть в следующем сезоне пишите в группе ВК, кстати там много новостей из мира ИТ и товары со скидками с Али, ссылка в описании. И на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч, всем удачи и хорошего настроения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА